Виктория Неведрова будущий парикмахер, девушка учится в Харьковском высшем училище сферы услуг. Говорит, большинство ее однокрупников сегодня сменили повседневный гардероб на этнические наряды. Это акция, поддержка праздника в день вышиванки. И это раньше был, Черновецкий университет был инициатором в свое время, и мы решили поддержать эту идею, и все-таки наши ученики согласились с этой идеей. Вот уже несколько лет подряд, в 3-4 мая, украинцы традиционно отмечают день вышиванки, хотя пока праздник и не является красной датой в календаре. Идею надеть вышиванку в знак объединения нации придумали студенты черновцов, а потом ее подхватили и в других регионах. Широкое распространение день вышиванки получил после революции достоинства. Хожу в основном в обычной одежде, и просто сегодня праздник, у нас такая традиция, и хочется как-то показать то, что нужно, нужно. Все-таки поддерживать свои традиции, своих корней и своих предков. У нас как бы традиция нашей национальности, вышиванка, и я решила поддержать эту традицию, как бы мне очень нравится то, что у нас конкретно вышиванки. Впрочем, облачились в вышиванке сегодня далеко не все, и далеко не всегда по причине отсутствия патриотизма. Слышал, слышал, в интернете читал. Не знаю, нейтрально отношусь. Я из вышиванки не потому, что я бы не хотела, я бы хотела ее одеть, если бы наши украинские ручные вышиванки так дорого бы не стоили. К сожалению, я понимаю, ручной труд стоит дорого, поэтому рынок наполнен, как правило, китайскими ширпотребами. Между тем, по случаю праздника на площадке у театра оперы и балета устроили полуторачасовую культурную программу для харьковчан и гостей города. В рамках мероприятия презентовали женские и мужские этнические наряды Слобожанского края и сумщины, бусы, венки, обереги и другую народную атрибутику. Прошел парад в вышиванок, показ мод от отечественных дизайнеров, выступали коллективы народной песни и танца. Велен Мода, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения новости.